Здравствуйте, с вами Лена Полякова и вы смотрите канал Европлант Лайф. Мы опять с вами из Варшавы. У меня поменялся состав семьи и я временно живу в другой квартире. Это квартира с прекрасным садом. Я надеюсь, вы сделали домашнее задание и посчитали, во сколько вам обходится содержание газона. Потому что сегодня снова речь пойдет о кустарниках, и мы попробуем посчитать и сравнить, во что нам обойдется содержание поверхности земли, занятой кустарниками. Так-так, ничего этого не будет. Я хотела во второй части нашего ролика сделать такую калькуляцию, посчитать, сколько будет стоить уход за газоном и сколько будет стоить уход за посадками кустарника. Но дело в том, что первый ролик вышел, и я получила сотни комментариев в Фейсбуке, в частности, и люди пишут под роликом. Никто не делает необходимые процедуры ухода. Чтобы газон был красивый и зеленый, за ним нужно ухаживать. Кроме стрижки, его нужно поливать, подкармливать, делать такие хитрые процедуры, как вертикуляция, аэрация, подрезать кромку, избавляться от сорняков, от мухов. Ну, представляете, да? Это целый комплекс дорогостоящих работ. Ну, и я думала, что я сейчас посчитаю, сколько это стоит, посчитаю, сколько стоит содержание кустарников, и мне удастся вас убедить отказываться от газонов в массе и скорее сажать в кустарники. Но, боже мой, о какой вертикуляции идет речь в наших дворах? Все, что у нас делается, эксплуатирующие организации просто косят траву ожесточенно, с упорством, достойным лучшего применения. И чтобы газон выглядел хотя бы так, ну, надо прикладывать усилия. Их не прикладывают. Как правило, после зимы мы видим пятна выжженные, потому что газон используют собаки. Эти пятна нужно подсевать, даже этого никто не делается. В этих пятнах потом паркуются машины, потому что водители не очень идентифицируют газон и какую-то грязь. Все это разъезживается, превращается, ну, сами знаете, во что превращаются наши дворы. Поэтому действительно есть специфика, специфика ухода, эксплуатации. Считать мы это все не будем. Просто посмотрим, как сделали люди, которые уже это посчитали. Мы находимся снаружи моего жилого двора. Здесь городская улица, по которой ездит транспорт. Парковки гостевые, где стоят машины и куда подъезжают гости разных. Тут у нас находятся рестораны, спа-салоны и все такое прочее. И вот эта территория оформлялась тем девелоперам, которые строил этот жилой комплекс. Девелопер обслуживает это после того, как сдал уже людям, три года по гарантии. И девелоперу не хочется ухаживать за газоном. Девелопер сажает вот эти вот кустарники. Мы опоздали буквально на один день. Их подстригли только что, и поэтому это выглядит немножко неаккуратно. Вот эти побеги будут убраны, стриженные. Но вот их подстригли, и это все, что делают в плане уходовых мероприятий. Естественно, если что-то там где-то заболело, будут опрыскивать, вносятся под кормки. Но вот этого вот постоянного кошения нет. Небольшие участки газона, видите, он в идеальном состоянии, служат, в общем-то, фоном. Давайте посмотрим, какая огромная площадь здесь засажена кустарниками. Вот это вот все у нас в посадке Барбариса, Green Carpet. И дальше вот у нас идет Барбарис Атропорпурея. Площадь огромная. И да, девелопер со старта потратил на это деньги, потому что ухаживать за этим гораздо дешевле, чем за газоном. То есть люди уже посчитали. Можем им поверить. В общем, вместо скучной арифметики я обещала ответить на вопрос зрителей. Мне выписали самые интересные вопросы. И сейчас поговорим о том, что вас волнует. Какую надо высоту земли, чтобы над парковкой росли кусты? Высота земли обычно для этого нужна 30-40 сантиметров. Если вы хотите деревья, то уже хотя бы 60. Для цветов достаточно 20 сантиметров. Как же все-таки парковаться? Не можем же мы под весь старый жилищный фонд строить парковки? Проблема старого жилищного фонда есть во всех городах с исторической застройкой. И никто не копает под исторической застройкой подземные парковки. Чаще всего в историческую часть города просто нельзя въехать. У вас парковка будет снаружи. Так делается в итальянских городах. Вы знаете, в Венеции, да, там, например, вообще машины не ездят. Исторический центр, как правило, содержит большое количество пешеходных улиц. В общем, это не место для машин и тем более не место для парковок. А вот новые жилые районы, конечно, уже можно строить с учетом изменившегося стиля жизни людей. В частности, вот мы находимся в таком жилом районе, и под каждым жилым комплексом есть подземная парковка. Вдоль этих улиц, как я уже сказала, расположены гостевые парковки. Почему хвойные теряют популярность? Ну, знаете, это мода просто такая. Я не могу объяснить, почему это происходит. В принципе, хвойные растения довольно устойчивые, прекрасно выглядят зимой. В Польше у нас снега немного зимой, и они действительно декоративны. Просто на смену им пришли злаки, злаковые травы. Пришла вот эта мода, которая называется New Perennials. Она новая волна. Она в основе своей имеет такую как бы заботу об экологии. Ну, просто новый стиль, почему становятся в моде длинные юбки или короткие юбки. Вот примерно такая же история произошла с хвойными растениями. Какой-то причины такой прямой, объективной, в общем, нет. Сколько садовников обслуживают такой двор? Дворник-садовод только на этот дворик. Знаете, здесь устроено по-другому. В каждом жилом дворе или несколько жилых дворов объединяются в товарищество собственников жилья. Примерно как в России это происходит. И это товарищество собственников жилья нанимает управляющую компанию. Управляющая компания занимается бухгалтерией, занимается проверкой счетчиков. И управляющая компания нанимает сторонние организации для проведения разных работ. Это может быть мойка окон, фасадов, это могут быть ремонтные работы. Естественно, это уборка территории, двора, лестничных клеток. И, как правило, клининговые компании занимаются еще и уходом за зелеными насаждениями. Дело в том, что сам по себе уход за посадками, он настолько дешев в пересчете на человека или на квартиру, что, по большому счету, он нивелируется качеством работы самой управляющей компании. И вот этот двор, где я живу сейчас, с настоящим полноценным садом в обслуживании, стоит ровно столько же, как, в общем-то, довольно сиротское озеленение моего предыдущего двора, который вы посмотрели в прошлой передаче. Здесь совершенно другая история в смысле состава растений. Они более уходные и ассортимента. Но, тем не менее, мы платим совершенно одни и те же деньги. Единственное, что обходится дороже, как правило, это уход за водоемом. Вот здесь для водоема нанимается отдельная организация. Кстати, надо сказать, я случайно знаю, что в Санкт-Петербургском жилом комплексе «Легенда», который имеет такое качественное европейское озеленение, тоже на крыше парковки, уход за зелеными насаждениями обходится жильцам 17 рублей в месяц за квартиру. Вот такая цифра. Я думаю, что здесь, в общем, не намного больше. Ну и сколько в этом жилом комплексе платят за обслуживание территории? В этих двух жилых комплексах платят одинаково. Стоит это 1 евро за метр площади. Но в этот евро входит абсолютно все. То есть и уборка территории, мойка гаража, уход, ремонт в доме. Мне сложно посчитать, у меня нет цифры конкретно стоимости ухода за зелеными насаждениями. Но вот правда, если это 17 рублей стоит в Санкт-Петербурге с квартиры, здесь цифра будет примерно такая же, я подозреваю. Хороший вопрос. Я понимаю, вы снимаете свои видео для застройщиков и проектировщиков. Очень интересно, смотрят ли они вас. Вы знаете, я не знаю, смотрят или нет, но они приезжают. Мы провели очень большую конференцию, которая называлась «Добавленная зелень». И где мы как раз рассматривали, в том числе, экономические аспекты озеленения в контексте маркетинга, стоимости добавленной. То есть, допустим, вы вложили 2% озеленения, а квартиру продали потом на 30% дороже. Конференция так и называлась «Добавленная зелень». И приехало больше 40 человек со всей России, буквально от Калининграда до Сибири. Приехало очень много гостей русскоговорящих из Прибалтики и Грузии. То есть это очень хороший состав. И, конечно, девелоперы приехали, им тоже все это было интересно. Мы общались с архитекторами, которые это все строят, и с группой, которая занималась посадкой, эксплуатацией вот этих зеленых насаждений. В общем, это было довольно полезно. Ну и, в общем, нет, я не снимаю ролики для девелоперов. Мне кажется, сейчас важнее создать запрос. Мне кажется, важнее, чтобы вы поняли, на что можно рассчитывать, что можно требовать, о чем можно мечтать. И по-другому относились к среде, которая выбирается для своей жизни. Потому что девелоперы подтянутся, они ответят на ваш запрос своим предложением, потому что так работает рынок, по-другому быть не может. Польша и Варшава, в частности, когда-то выглядели так же, местами даже хуже. Но, видите, все изменилось. Сейчас ни один поляк не купит такую квартиру, которую покупают москвичи или питерцы. Я говорю конкретно о жилых комплексах типа Мурина или Северной долины. Здесь это нельзя продать, понимаете. Изменился запрос, соответственно, предложение успело за изменением этого спроса. Я получаю десятки комментариев, среди них есть совершенно дикие. Если не будет газонов, то где мы будем выгуливать своих собак? Я хотела, чтобы вы по-другому относились к озеленению дворов. Газоны – это не место выголу собак. У них совершенно другая функция. В общем, я обращаюсь скорее к пользователям, чем к девелоперам. Они точно все сделают, как вы хотите. Только чуть-чуть позже надо сначала захотеть. Что ж, спасибо. На этом мы прощаемся и будем говорить дальше о Кошении, Некошении и других городских территориях. Спасибо. Оставайтесь с нами, задавайте ваши вопросы. Видите, я стараюсь отвечать, может быть, не на все. Будем на связи. Подписывайтесь, кто еще это не сделал. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»